Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире национального телевидения «Чувашия» и программы «Спорт Сити» И сегодня мы в гостях у футбольного клуба ветеранов «Волга», который берет свою историю еще с 1992 года Чего все начиналось и каким футбол «Чувашии» был десятки лет назад, скоро узнаем Возраст спорту не помеха Доказательство тому ветеранский спорт, который активно развивается в «Чувашии» Если говорить о футболе, то на сегодня в республике действует 14 клубов ветеранов Свои команды есть в некоторых районах, Новочебоксарске и Чебоксарах В целом у нас ветеранский футбол имеет очень большую популярность Играют те люди, которые в свое время в молодости, в зрелом возрасте участвовали в командах футбольных И довольно-таки большого уровня Ну и сейчас для поддержания своей формы Для поддержания своей формы они тренируются 2-3 раза в неделю по вечерам А так у нас ветеранский футбол по субботам, воскресеньям Чемпионат республики, Кубок республики, различные турниры проходят Очень много опытных игроков, с которыми приятно общаться, приятно находиться на футбольном поле На тренировки, в играх и много от них учусь, много от них беру Ну и стараюсь передавать свой накопленный опыт тем ребятам, которые поиграли на менее высоком уровне Ну это фанаты футбола, которые, скажем так, играли всегда в футбол И в свободное время от работы, от семьи приходят, получают удовольствие на футбольном поле Те же тренировки, те же игры, это всегда приятно А команды состоят действительно из показательных игроков Например, в воротах футбольного клуба «Волга» стоит в прошлом игрок юношеской сборной России В 1993 году бывший галкипером московского «Локомотива» Сергей Александров За время своего пребывания в большом спорте он сменил порядка 10 клубов Причем успел поиграть за командой Украины и Болгарии Принадлежность к какому-либо клубу менялась, но любовь к футболу оставалась неизменной Футбол полюбил с первого взгляда, можно сказать Когда было 5 лет, увидел по телевизору и влюбился И вот до сих пор играю, получаю удовольствие Буду играть, пока не перестану получать удовольствие Сейчас футбол для меня, это то же самое, как для маленького ребенка, любимая игрушка С ней играешь и не перестаешь, она не дает Это словами не передать, это, я думаю, должно идти изнутри Если человек любит, так же, как и все остальное Любишь какую-то вещь, любишь какого-то человека Так же и футбол, это на всю жизнь, и сердце не выкинешь Наверное, в каждой из команд ветеранов найдутся игроки, которые так или иначе прославили футбол Чуваши Достаточно вспомнить Чубаксарский клуб мастеров Азамат Который до 1964 года именовался темпом Далее сменил название на энергия В 1978 году был переименован в сталь И с 1991 года стал называться Азаматом Была поддержка со стороны правительства региона Достаточное финансирование команды-спонсоры Но, к большому сожалению, испытания временем клуб выдержать не смог С распадом Советского Союза он был расформирован Оставшись в сердцах многих футболистов, ныне играющих в командах ветеранов Переходный период, Советский Союз распался СНГ началось, естественно, финансирование агрегатного завода Руководители от нас отказались, естественно И большого футбола в Чубаксарах, не только в Чубаксарах, а в Чуваши не стало И в данный момент тоже его и нету, можно сказать Грустно, конечно, обидно, но что делать, это жизнь, куда не денешься Наивысший успех в истории клуба – восьмое место на первенстве России второй лиги в пятой зоне В девяностом и девяносто втором годах В те времена матчи Азамата и предшествующих ему команд собирали сотни зрителей В то время, да, во-первых, была большая посещаемость Тогда было, разыгрывали несколько машин, была лотерея Вот, зрители ходили, были даже аншлаги у нас в Чубаксарах Несмотря на скромные результаты, которые показывала команда Сталь Чубаксары Народ собирался, вот эта большая трибуна практически всегда была полная То есть был праздник футбола, играла музыка, работали буфеты К сожалению, сейчас футбольные матчи в Чувашии не собирают подобного количества зрителей Однако в Чубаксарах реконструируются сразу два стадиона к чемпионату мира по футболу У которых есть все шансы стать тренировочными базами для команд-участниц Мундиаля 2018 года У нас под эту программу попали два стадиона Это стадион Олимпийский и стадион Спартак Там готовятся очень хорошие футбольные поля Ну, материально-техническая база футбольная, если она будет улучшаться для нас, для детей, для юношеств, для ветеранов Это только будет способствовать развитию футбола в нашей республике Мы ненадолго прервались, чтобы провести блиц-опрос с президентом Федерации футбола Чуваши и Михаилом Багаратовым 10 вопросов, 10 коротких и быстрых ответов Михаил Викторович, вы готовы? Да Самая лучшая игра с мячом? Футбол Сколько лет вы уже в футболе? В пределах 35 Первый профессиональный футбольный клуб, за который вы болели? ЦСКА За какой российский клуб болеете сейчас? ЦСКА Наиболее подходящий возраст для начала занятий футболом? С первого класса Если не сборная России, то за кого будете болеть на чемпионате мира 2018 года? Сборная Англии Лучший футболист мира? Месси Лучший матч в истории футбола? Чемпионат Европы, сборная России, сборная Голландии Чемпионат мира по футболу будете смотреть с трибун или по телевизору? По телевизору Чебоксары станут тренировочной площадкой какой-либо команды Мундиале 2018 года? Будем надеяться Раз уж речь зашла о чемпионате мира по футболу, то напомним, что первый этап билетной кампании уже стартовал и продлится до 12 октября Каждый желающий может подать электронную заявку на приобретение билета на официальном сайте чемпионата мира 2018 Для этого необходимо зарегистрироваться на билетном портале, заполнить необходимые поля, далее выбрать билет соответствующей категории и подать заявку Все заказчики билета получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября Предварительно проходил Кубок конфедерации по футболу Если какие-то группы, любители футбола обращались в федерацию, то мы им помогали для приобретения билетов через Казань, через Питер Я сам ездил на открытие Кубка конфедерации в Санкт-Петербург, довольно-таки шикарное мероприятие Чемпионат мира по футболу по поводу приобретения билетов Если какие-то активные группы, болельщики футбола будут к нам обращаться, то будем оказывать какую-то помощь На сайте чемпионата мира по футболу 2018 есть вся необходимая информация Добавим, что резиденты страны-хозяйки получат эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене от 1280 рублей Также для посещения матчей чемпионата мира по футболу каждый должен иметь при себе паспорт болельщика Он оформляется бесплатно, с порядком его получения тоже можно ознакомиться на сайте Михаил Викторович, отдайте мяч поиграть Да, нелегкое это дело, но в следующем выпуске мы познакомимся с такими девушками, для которых набить мяч десяток раз не составит больших усилий Увидимся! В ближайшее время жители и гости столицы смогут посетить следующие спортивные мероприятия С 25 по 29 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе Чебоксарской спортивной школы имени Валерьяна Соколова Проходит первенство среди физкультурно-спортивных обществ профсоюзов России по боксу на призы главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова Начало в 14.00 С 27 по 30 сентября в Новочебоксарске пройдет всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению Республика Спорт Старт в 10 часов 1 октября в более чем 50 регионах страны горожане отметят Всероссийский день ходьбы массовой пешей прогулкой Чебоксары также присоединятся к акции Начало захода в 10.45 на Красной площади 1 и 2 октября во дворце Чебоксары-арена столичный хоккейный клуб вновь выйдет на лед В рамках участия в первенстве высшей хоккейной лиги Соперником команды в этот раз станет Курганский юниор А в спортивной школе Олимпийского резерва имени Ирины Солдатовой города Чебоксары С 11 по 15 октября пройдет всероссийский турнир ТОП-24 По настольному теннису среди сильнейших кадетов и юниоров страны Начало ежедневно в 10 часов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова